На Дальнем Востоке электрокары набирают все большую популярность. Как объясняет Bloomberg, они доступны из-за близости Японии, к тому же в регионе дешевая электроэнергия и дорогой бензин. Электромобиль дешевле Lada Granta. Bloomberg обратил внимание на то, что содержать старый Nissan Leaf намного проще, чем российский народный автомобиль, и это оценили на Дальнем Востоке. Как пишет агентство со ссылкой на Автостад, больше 20% электромобилей, ввезенных в Россию с января по май, было продано именно в Хабаровске и Приморье. При этом на Москву, где проживает как минимум вдвое больше людей, в этот период пришлось всего 14%. Высокий спрос на электрокары в регионе агентство объясняет доступностью поддержанных машин из соседней Японии и дешевой электроэнергии. Например, поддержанный Nissan Leaf, выпущенный с 2011 по 2014 год, согласно данным сайта Автору, стоит от 400 тысяч до 600 тысяч рублей, а на электроэнергию на Дальнем Востоке выделяются субсидии для стимулирования экономического развития региона. Бензин же на Дальнем Востоке традиционно дороже, чем по всей стране. На конец июля, по данным Росстата, литр моторного топлива здесь стоил на 6% больше средней цены по России. Почему жители региона выбирают электрокары, рассказывает житель Хабаровска Денис. Я продаю свой второй электрокар, у меня сейчас третий. Заряжаюсь я дома, вывел розетку на улицу, у меня под подъездом ящик небольшой, там стоит розетка. У нас в Хабаровске 12 станций быстрой зарядки. Теоретически, если у вас машина прямо разряжена в ноль, то за 40 минут вы сможете зарядить до 80-90%. Обычно приезжаете на зарядку на 20% остатка, минут 20-30 позаряжались и можно опять ездить весь день. Домашняя заряжается, смотря на сколько у вас разряжена батарея. Значной тариф у нас 99 копеек сейчас. Если у вас остаток процентов 20, то она будет заряжаться часов 6. Это вот сейчас 30-киловаттная машина. То есть около 160 километров вам будет стоить 20 рублей грубо. Все то же самое, потому что там есть лошадильные силы, но налога нет. Стоимость самого автомобиля что дороже, электрокар или обычная бензиновая машина? Если взять, допустим, одинаковый год, одинаковый класс автомобиля и одинаковый пробег, то бензиновая выходит на 20% дороже, чем электрокар. Мы живем на Дальнем Востоке, у нас одна популярная марка Nissan Leaf и все. Это сейчас приобрело прямо очень массовый характер, что меня очень не радует, потому что из-за этого автомобили очень сильно подорожали. С какой стороны руль был? Машина с Японии, для внутреннего рынка правый руль. Духи ходили, что будут запрещать правый руль, но пока что не запрещают. Денис, житель Хабаровска. Быстрая зарядка на зарядной станции стоит 11 рублей за киловатт, медленная 8 рублей. Таким образом, полная зарядка популярного в Приморье Nissan Leaf первого поколения с аккумулятором емкостью 24 киловатт в час обойдется в 192 или 264 рублей. Руководитель строительной фирмы Ольга Иванова из Восточной Сибири рассказала Bloomberg, что электричество для зарядки ее электромобиля ей обходится в 500 рублей в месяц, а на бензин для второй машины ее семья тратит почти 10 тысяч рублей. По ее подсчетам, на топливе и других расходах на обычный автомобиль, ее семья сможет сэкономить около 200 тысяч рублей в год. Но так ли все радушно в электромобильной жизни Дальнего Востока? Об этом Иван Медведев. Бестселлер Дальнего Востока – поддержанный праворульный Nissan Leaf. По данным Автору, этот автомобиль 2011-2014 годов выпуска стоит от 400 до 600 тысяч рублей. Но у такой машины уже довольно сильно изношена батарея. По данным Vygon Consulting, экономия при владении поддержанным Nissan Leaf на Дальнем Востоке в России составляет в среднем 40-50 тысяч рублей в год по сравнению со стоимостью владения Lada Granta. На электричке не нужно менять масло и фильтры. Возная пошлина – ноль, налога – нет. А главное – сравнение цен на бензин и электричество. Электроэнергия на Дальнем Востоке субсидируется, а бензин там традиционно дороже, чем по всей стране. На конец июля, по данным Росстата, литр топлива здесь стоил на 6% больше средней цены по России. И вот к чему мы приходим, говорит житель Хабаровска Денис. Я продаю свой второй электрокар, у меня сейчас третий. Заряжаюсь я дома, вывел розетку на улицу. Домашняя заряжается, смотря на сколько у вас разряжена батарея. Значной тариф у нас 99 копеек сейчас. Если у вас остаток процентов 20, то она будет заряжаться часов 6. Это вот сейчас 30-киловаттная машина. То есть около 160 километров вам будет стоить 20 рублей грубо. Что касается уличной инфраструктуры, в Хабаровске, например, 12 станций быстрой зарядки. Если машина разряжена в ноль, то за 40 минут ее можно зарядить до 80-90%. Но обычно владельцы едут туда с остатком заряда около 20%. В таком случае 20-30 минут, и запаса хватит еще на день. По Владивостоку, по словам Леонида Копылова, руководителя местной компании «Суматори», которая занимается ввозом автомобилей в Россию, ездить на электрокаре можно, но пока не очень комфортно. Инфраструктура развита недостаточно, но растет она заметными темпами. А что касается экономии, да. По словам Копылова, столько, сколько он тратит на бензин за месяц, его знакомым владельцам электромобилей хватает на полгода. Но за эту экономию в итоге тоже придется платить, напоминает он. Надо понимать, что вот в этих машинах, например, Nissan Leaf, который стоит 500 тысяч рублей, поддержанный, новая батарея на него будет стоить 300 тысяч, например. Ситуация такая, что замена батареи равна практически покупке нового такого. Поэтому вот эта экономия на бензине сейчас, она извивается по стремительной потере рыночной стоимости вот этих вот маленьких электричек, например, на электричестве. Но, конечно, повседневного потребления это очень дешево. Подержанные Nissan Leaf на дальневосточных дорогах перестали быть экзотикой примерно полтора-два года назад. А вот свежие модели с большим объемом батареи на вторичном рынке стоят уже около полутора миллионов, и их значительно меньше. Не говоря об электрокарах от BMW, Jaguar или Tesla. Они тоже есть, но штучно. Но тот факт, что народные умельцы уже активно открывают гаражи, в которых они научились как-то продлевать жизнь старым батареям бэушных Ниссанов, говорит о том, что Дальний Восток верит в будущее этого вида транспорта. В целом же, по данным Vygan Consulting, электромобили пока составляют менее 0,2% от общего парка легковых автомобилей в России. Причина – изначально они все еще намного дороже бензиновых. Но по данным Bloomberg, батареи постоянно дешевеют, и в конце 20-х годов электромобили сравнятся по цене с машинами с ДВС или даже могут стать дешевле.